Космический корабль «Союз МС-16» Здравствуйте! Это программа «Космическая среда» и я, Николай Вдовин. На космодроме Байконур началась подготовка к первому в этом году пилотируемому запуску. Специалисты предприятий российской ракетно-космической отрасли проводят заключительные операции на космическом корабле «Союз МС-16». После замены основного экипажа космонавтов Роскосмоса Николая Тихонова и Андрея Бабкина в космос отправятся их дублеры — Анатолий Иванишин, за плечами которого два полета на Международную космическую станцию, и Иван Вагнер, который полетит в космос впервые. Бортинженер-астронавт НАСА Крис Кэссиди, который должен был стартовать с Тихоновым и Бабкиным, также отправится в эту экспедицию. Старт запланирован на 9 апреля. Этот пуск станет вторым для ракеты «Союз-2.1А» с пилотируемым кораблем серии «Союз МС» и первым с экипажем на борту. Ракета «Союз-2» модификации «1А» оснащена новой цифровой системой управления, единой для всех трех ступеней, а также новой цифровой радиотелеметрической системой измерения. Установка на ракете «Союз-2» цифровой системы управления повысила точность выведения, устойчивость и управляемость ракеты-носителя, а также позволила использовать крупногабаритные обтекатели. Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрей Ахлопков рассказал в интервью РИА Новости о ходе строительства и дальнейших перспективах космодрома «Восточный». В 2023 году с космодрома «Восточный» состоится первый пуск «Ангары А-5» с беспилотным кораблем «Орел». Затем запланировано два старта с «Орлом без экипажа» и тяжелым космическим аппаратом. Первый пилотируемый пуск намечен на 2025 год, а первый старт сверхтяжелой ракеты «Енисей» запланирован на 2028 год. Сейчас полным ходом идет строительство старта для тяжелой «Ангары». Уже завершено изготовление и проведены испытания оборудования для стартового стола. В готовые секции впервые встроили всю электронику и гидравлику. Секции будут собираться как конструктор. Все оборудование российское. Монтаж будет производиться в 2021 и 2022 году. На сооружении командного пункта работы идут с опережением в полтора месяца. До конца марта работы планируют закончить и уже в апреле выйти на гидроизоляцию стен и передать командный пункт под монтаж технологического оборудования и инженерных систем. С опережением графика на два месяца идут работы на сооружении номер 7. Это технологический блок кислорода и азота. В декабре 2019 года силами ЦИНКИ и подрядных организаций здесь завершен монтаж емкостей. На Восточном построят комплекс для пилотируемой программы, инфраструктура для проживания, подготовки и тренировок экипажей. Представительство Центра подготовки космонавтов будет располагаться в городе Циолковский. Полностью интервью можно прочитать на сайте Госкорпорации Роскосмос. В Москве стартовал новый этап столичного проекта «Откроймоспром». Для желающих увидеть производство изнутри, двери открыли и предприятия Госкорпорации Роскосмос. Корпорацию в НИЭМ посетила делегация мэрии Москвы. Вместе с ними в рамках городского проекта «Откроймоспром» на предприятие приехали студенты 4-го курса Московского государственного технического университета имени Баумана. Будущим инженерам показали корпус для сборки космических аппаратов, испытательный центр и производство. Многие из них заинтересованы работать по специальности. В рамках этого вот в НИЭМ пригласили. Это одно из ведущих предприятий Роскосмоса. Здесь работают выпускники нашей кафедры. То есть ими довольны, мы довольны. Могу сказать, что вот этот тесный связь между предприятиями Роскосмоса и ведущими вузами, ее надо только усиливать. Мечтаю работать в ракетно-космической отрасли. У нас на кафедре ведутся исследования параметров работы двигателей на заборном воздухе. То есть для спутников, которые находятся на орбитах, где еще давление достаточное для того, чтобы забирать этот воздух и использовать его для создания тяги. Высота в районе 200 километров. То есть это очень малая высота. И, соответственно, вот на этой высоте планируется использовать такие двигатели. В цехах ВНИЭМ создаются современные приборы ориентации, спутники дистанционного зондирования Земли серии «Конопус», «Метеор», «Ионозонд». Здесь же был собран первый спутник, запущенный с космодрома «Восточный» Ломоносов. В настоящее время АО «Корпорация» ВНИЭМ готовит к запуску очередной космический аппарат гидрометеорологический. Это «Метеор-М» номер 2-3. Это дальнейшее развитие аппарата «Метеор-М», которые были запущены в 2009, 2012 и 2019 годах. Кроме космической тематики, на предприятии большое внимание уделяется и диверсификации производства. Электротехнические и конструкционные материалы, оборудование для атомных электростанций и нефтегазовой промышленности. Мы производим системы защиты атомных реакторов как для российских атомных станций, так и, если мы выигрываем конкурсы, так и для зарубежных станций. Также мы занимаемся магнитным подвесом для газоперекачивающих станций «Газпрома». Соответственно, электроприводы. Эта многопрофильность, она и позволила в сложные 90-е годы выжить предприятию и развиваться. Для космической станции «Мир» всю систему ориентации делала в НИЭМ. Это гиродины, гироскопы, где ротор вращается в магнитном поле. 15 лет станция пролетала перед затоплением. Один из гиродинов был спущен с помощью шаттла на Землю, привезен во ВНИЭМ, деактивирован. Его разрезали, посмотрели. 15 лет отработал в открытом космосе, еще мог спокойно 15 лет отработать. Эта технология потом перешла в «Газпром», то есть магнитные подвесы для газоперекачивающих станций. Ученые впервые обнаружили сейсмическую активность в недрах Марса. Ранее планетологи считали, что тектонические движения Красной планеты закончились. Однако это оказалось не так. Данные были получены при помощи станции «Инсайт», работающей на поверхности Марса с 2018 года. На сегодняшний момент аппарат зарегистрировал более 450 марсианских землетрясений. На планете происходит в среднем одно сейсмическое событие в день. Эпицентры трех крупнейших Марсотрясений были расположены в зоне разломов Церберус-Фасай, расположенной в 1500 километров от места посадки аппарата «Инсайт». Это место считается самым молодым регионом Марса. По еще одним данным обнаружилось, что вулкан Элизии был активен последние 10 миллионов лет, что совсем недавно с точки зрения возраста планеты. Отголоски этого процесса ощущаются до сих пор. В Москве в зале Дома Союзов состоялся круглый стол на тему «Низкоорбитальные спутниковые системы и информационные технологии в цифровой инфраструктуре России». Организаторами мероприятия выступили Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы, а также компания спутниковая система «Гонец», которая входит в госкорпорацию «Роскосмос». Развивая низкоорбитальные спутниковые системы, Россия идет в тренде со всеми международными и глобальными участниками этого процесса. Это очень важно, поскольку наша страна привыкла быть первой в космосе. Я не буду перечислять те достижения, в которых мы лидеры, но всем известно, что и спутник, и первый человек, и женщина, и так далее, и космическая станция — это, конечно, заслуга победы наших ученых и специалистов. В рамках круглого стола обсуждались возможности применения отечественной спутниковой системы «Гонец» для построения информационных сервисов в разных сферах экономической деятельности. Сервисы системы «Гонец» способны передавать данные и персональные коммуникации в любой точке России и на суше, и на воде. Решения на ее базе позволяют обслуживать мобильных и стационарных абонентов различных типов. Это может быть и группа геологов, и транспортное средство, и дрейфующий метеорологический буй. Система полностью развернута и оказывает услуги в различных сегментах. Спутниковая система «Гонец» состоит на данный момент из 15 спутников. В четырех плоскостях на орбите 1500 км с наклонением 82,5 градуса. Диаметр обслуживания зоны каждого спутника 5000 до 5000 км. И позволяет, собственно, наша группировка получать и передавать сообщения не только с стационарных объектов, и, что важно, получать и передавать сообщения с объектов подвижных. Мы ограничены с точки зрения системы небольшим объемом данных. Это в сеанс до 500 кБ мы передаем. В то же время этого достаточно для того, чтобы либо передать достаточно объемные сообщения, текстовые и картинки в том числе, либо принять, соответственно, эти сообщения. Не исключено, что в будущем «Гонец» послужит «Сферя». О возможности российского низкоорбитального сегмента в реализации программы «Сфера» рассказал руководитель проекта Сергей Прохоров. Если говорить о, скажем так, начале реализации программы, то есть что стало основой для ее формирования, это, конечно же, необходимость перехода к цифровому обществу и внедрение цифровых технологий именно в глобальном масштабе, что на сегодняшний день не реализовано в России, да и в мире. А также внедрение новых высокотехнологичных способов добычи различных видов ресурсов и необходимости мониторинга за этими действиями практически в реальном времени. Российский спутник связи «Меридиан-М», запущенный ракетой «Союз-2.1А» с космодрома Плесецк, успешно выведен на орбиту. Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в этом году. Спутники «Меридиан» предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути, а также расширения сети станций спутниковой связи с северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики. На Байконур доставили новую партию спутников OneWeb. Запуск намечен в последнюю декаду марта. Низкоорбитальные космические аппараты предназначены для обеспечения высокоскоростным интернетом через спутниковую связь. Запуски осуществляются с космодромов Байконур, Восточный и из Гвианского космического центра. Астрономы с помощью радиотелескопа LAFAR обнаружили необычное явление на экзопланете у звезды GJ 1151. Вещество звезды перетекает на атмосферу планеты, вызывая сильные полярные сияния. Такое явление было предсказано еще 30 лет назад, однако только теперь астрономы впервые смогли это увидеть. Новые российские спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» доставлены на Байконур. В настоящее время с ними проводятся заключительные операции в монтажно-испытательном корпусе космодрома. Космические аппараты предназначены для обеспечения фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания и высокоскоростного доступа в интернет на территории Российской Федерации и стран СНГ. Пуск ракеты-носителя «Протон-М» и двумя «Экспрессами» запланирован на весну этого года. Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и глава Европейского космического агентства «Иоганн» Дитрих Вернер 12 марта в Москве обсудят вопросы сотрудничества, в том числе состояние работ по подготовке к запуску проекта «Экзомарс». Интересное видео — световое эхо от вспышки сверхновой звезды в галактике Центавр-А. Вспышка была обнаружена в 2016 году Петером Марклесом и Грегом Боком, участниками любительского поискового обзора «Босс». За эти четыре года эхо взрыва распространялось внутри гигантского полевого облака. Космические облака в единороге. В центре туманность Ёлка и Конус. Когда полевое облако оказывается около горячих молодых звезд, оно отражает их свет и выглядит как голубая туманность. Туманность Эскимос или Голова Клоуна. Это планетарная туманность с двойной оболочкой. В центре звезда, похожая на Солнце, которая сбросила с себя внешние слои около 10 тысяч лет назад, уничтожив свою планетную систему. До этого объекта 3000 световых лет. Сокровище Южного Неба – Туманность Киля протяженностью 300 световых лет. Это одна из самых крупных областей звездообразования в нашей галактике. Ниже и левее центра – биполярная туманность Гомункул. Нестабильная массивная звезда, которая вскоре может взорваться сверхновой. Вопрос от Анатолия Вепрева. Проведя спектральный анализ Луны, астрономы обнаружили, что ее цвет темно-коричневый. Почему мы видим Луну ярко-белой, красной, синей, но никогда коричневой? Конечно, все дело в восприятии света человеческим глазом. Луна высоко в небе кажется ярко-белой, а у горизонта – красной. Связано это с рефракцией света в атмосфере Земли. Красный цвет имеет наименьшую длину волны. У горизонта свету требуется пройти расстояние чуть ли не в 4 раза больше, чем в Зените. Поэтому свет астрономических объектов, замедляясь большим слоем воздуха, окрашивается в красные тона, в то время как синий практически полностью рассеивается. В одном из своих интервью Нил Армстронг, первый человек, ступивший на поверхность естественного спутника Земли, рассказал о феномене света и цвета на Луне. Когда мы двигались по орбите вокруг Луны, мы видели, что границы, разделяющие дневную и ночную сторону спутника, ну, вы как будто смотрите телевизор с выкрученным на полную контрастом. Очень темная и очень яркая часть. Чем ближе к свету, тем больше оттенков серого. И если продолжить двигаться, чтобы Солнце продолжило подниматься над горизонтом, то появляется коричневый. То же самое было и на поверхности Луны. Цвет — это странный феномен на Луне. Возникает чувство, словно вы в пустыне с плохо подчеркнутыми цветными оттенками. Оптические свойства на Луне очень странные. Цвета пород на Луне зависят от содержания в них соединений титана и железа, которые способны менять свой цвет в зависимости от угла освещения. Советские автоматические станции и американские экспедиции доставили лунный грунт, который оказался коричневым. Это связано с вулканическими образованиями в породе. Однако лунная пыль, реголит, покрывающая большую часть поверхности, похожа на порох и имеет серый цвет. Ее образование связывают с метеоритами. На сегодня все. Присылайте нам ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tv.roskosmos.ru И до встречи в космической среде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова